Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в таком особом праздничном событии или состоянии нашей души, как пасхальные дни. Кто бы когда ни праздновал Пасху, но в любом случае она в одном сезоне, она весной. Это выход. Это выход из того, где мы когда-то были. Это рабское мышление, это рабская позиция, это рабская жизнь и все, что являлось каким-то очень большим камнем, который сам человек отодвинуть не мог. И вот явление, явление Иисуса Христа как воскресшего. И мы можем посмотреть на это событие в 16 главе от Марка и просмотреть некоторые тезисы. Потому что тогда, когда рано утром пошли женщины, чтобы помазать тело Иисуса Христа, находящиеся во гробе, но у них был вопрос, кто же отвалит камень? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Посмотрите, как это странно, да? С одной стороны, они увидели, что камень отвален, с другой стороны, нет Иисуса там, но ужаснулись от чего? Куда он делся? Они пришли его помазать, они все равно хотели соприкоснуться хотя бы с мертвым, а его нет. И вот интересно, он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Я хочу сказать, друзья, что камень, который мы сами отвалить не могли, это рабство этого мира, это диктаторство, это различного рода давление на личность, это ограничение наших прав, ограничение возможности развиваться. Этот камень уже отодвинут не нами, ангелами, которые возвещают нам, что идите и скажите людям. И посмотрите, идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там увидите, как он сказал вам, там его увидите. И поэтому, если нам что-то Бог сказал, нам важно там оказываться, независимо от того, насколько это сейчас кажется странным, как послание, идите, скажите ученикам его и Петру. То есть даже тогда, когда в твоей жизни были какие-то, может быть, остановки в развитии или даже отречения, которое мы знаем было у Петра, идите, скажите. Поэтому я хочу, чтобы сегодня лично в твою судьбу, независимо от того, на каком положении ты находишься сейчас по отношению ко Христу, прозвучало это слово. «Скажите Петру, Марии, скажите Наталье, скажите Владимиру, скажите всякому человеку, который имеет внутри себя дух осуждения за то, что сделал что-то не то, может быть, оплакивал уже это, но так и не повернулся в сторону воскресшего Христа. Идите, скажите, что я предваряю, я ожидаю». «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Друзья мои, как опасно оставаться в позиции того, кто боится возвещать благую весть. Поэтому я желаю, чтобы мы были в числе тех, которые могут возвещать благую весть без всякого страха, без всякого ограничения. И то, что они испугались, а на самом деле потом Иисус им сказал такую фразу. «Он их упрекал за жестокосердие, потому что они промолчали». Я желаю, чтобы мы с вами не были в числе тех, кто из жестокосердия начинает жить в страхе. А почему? Потому что именно собственная жестокость, кажется, дает и провоцирует то, что вокруг нас тоже такие же люди. И, отказавшись от этой природы, я желаю, чтобы мы с вами были в числе великодушных, в числе верующих людей. И так как потом ученики пошли и возвещали Его спасение, Его воскресение, и Он мог дать им послание, «Идите и научите все народы, возвещайте во всем мире». И я желаю, чтобы мы сегодня могли говорить «Иисус воскрес» для каждого, кто рожден на эту землю. «Иисус воскрес» для каждого человека, кому необходимо сегодня принять эту победоносную весть и передавать ее, отказавшись от любого малодушия, от любого жестокосердия, и принять великую весть «Иисус Христос воскрес», воистину воскрес. И потому у верующих меня будут сопровождать сии знамения. Я желаю, чтобы мы приняли это слово, что в моей жизни знамение прихода Иисуса Христа обязательно будет проявляться и днем, и ночью. Если что, будут изгонять бесов, если что смертоносное выпьет, не повредит, возложат руки на больных, они будут здоровы. Я желаю, чтобы нас сопровождали эти знамения с учетом того, что мы дали природе небес в нашей судьбе раскрыться на 100%. Поэтому поздравляю себя и вас, поздравляю с великим событием, поздравляю с великим праздником, поздравляю со свободой от любого ограничения. Иисус Христос воскрес воистину, воскрес с праздником всех нас, дорогие друзья.